В Московской Третьяковской Государственной Галереи немало сокровищ. Мы их знаем с детства благодаря школьным учебникам. Именно к таким несомненным шедеврам относится и вот это полотно. Экскурсоводы замечают интересный факт, что когда они спрашивают у посетителей о названии этого полотна, они получают такой ответ – три медведя. Три медведя. Хотя очевидно, что их четыре. Почему три медведя? Наверное, из-за русской народной сказки. На самом деле в официальном названии нет ни трех, ни четырех, ни даже одного захудалого мишки. Картина называется «Утро в сосновом лесу». Не только название картины вызывает вопросы, но и история ее создания. Всем известно, что автором этого полотна является великий русский художник-передвижник Иван Иванович Шишкин. Однако это не совсем так, но во всем по порядку. Иван Иванович прожил жизнь полную личной драмы. Он был дважды счастливо женат, но, к сожалению, обе его жены и двое малолетних сыновей слишком рано покинули этот мир. Художник запил горькую. И неизвестно, чем бы это могло закончиться, если бы не его друзья-коллеги, которые взяли над ним своеобразное шефство. Когда умерла его вторая жена, то друзья практически не оставляли его одного. Именно в этот период его лучшим другом стал художник Константин Аполлонович Савицкий. Они даже стали снимать жилье по соседству, чтобы вместе гулять, пить чай и ходить на этюды. И вот в 1888 году Шишкин послал другу записку. Приходи, посмотри, какой отмахал штуковину. Это был туманный утренний лес с уходящими вдаль деревьями. А на переднем плане сосна, сломанная, поверженная, искореженная. Это было трагическое полотно о жизни самого художника. Исследователи до сих пор не могут точно определить, кто же предложил вписать туда медведей. То ли Савицкий оказал вот такую медвежью услугу товарищу, чтобы пейзаж был менее трагичным. То ли Шишкин сам дал ему в руки кисть, но на картине появились... Нет, медведица и трое резвящихся медвежат. Делайте, что хотите! Но чтоб через полчаса в лесу было сухо, светло и медведь. Савицкий в этот момент не понял, что он сделал полотно неповторимым. И не поставил подпись на нем. Когда же картина попала на выставку, на нее обратил внимание коллекционер Павел Михайлович Третьяков. И тут же приобрел ее. Но заплатил деньги только Шишкину, поскольку была одна подпись. Шишкин, как джентльмен, решил разделить с другом гонорары славу. Он отдал советскому часть денег и предложил все-таки расписаться на полотне, что и было сделано. На следующий день, когда Третьяков прогуливался по выставке, он увидел на полотне две подписи вместо одной. Страшно рассердившись, он тут же послал слугу за французским скипидаром, чтобы очистить произведение искусства от варварства хулиганов. Завицкий был очень обижен. Но это не помешало их дружбе с Шишкиным, которая продолжалась до конца жизни. Возможно, картина не была бы столь любимой, если бы просто экспонировалась в музее. Буквально всенародную славу она приобрела после появления на обложке шоколадных конфет Мишка Косолапый. А знаете ли вы, что к популярности и конфет, и картины приложил свою руку великий поэт Владимир Маяковский? Дело в том, что конфеты были достаточно дороги. И тогда он сочинил следующие строки. Если хочешь кушать Мишку, заведи себе сберкнижку. Кстати, первые конфеты с такой обложкой вышли еще в 1896 году при жизни обоих художников. Представляете, как Шишкин и Савицкий, попивая вместе чайок, беседовали? Экая штуковина Константина Афалоновича у нас с вами вышла. Да, Саван Иванович, шедевр. Шедевр, шедевр. Если вам понравился наш канал, обязательно подписывайтесь и ставьте лайки. Будет много интересного. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Продолжение следует...